Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Поэтому позвольте мне представить себя вам сегодня. И мой имя Энрико Коррелли, мое настоящее имя. Позвольте я вам проясню, я не принадлежу к мафии итальянской, я никогда не был связан с террористами и такими плохими ребятами, чтобы вы понимали, что я не сицилийская мафия. Ясно, да? Так что вы можете расслабиться. И сегодня особое служение здесь сегодня вечером, и я объясню вам почему. Сегодня ровно 25 лет, как я приезжаю в Украину. Я начал в 1991 году. И, наверное, раз 50 я приезжал сюда, в Украину. В течение этих 25 лет. Так что я счастлив. И очень рад возможности послужить здесь у вас, в библейской школе. И также в общине. Поэтому для меня это особое время. Я вырос в католической семье. И, как мы говорим в Америке, мы были хорошими католиками. Мы никогда не пропускали, и каждое воскресенье посещали церковь. И я ходил в католическую начальную школу и католическую старшую школу. И также я выучился на католического священника в течение пяти лет. И когда я возрастал, у нас была очень близкая семья, близкие взаимоотношения. И церковь для нас была очень важной. И Бог для нас был очень важным. Но мы не понимали Библию на самом деле. И мы никогда не осознавали, что значит быть рожденным свыше. И когда я был юным, я был большим фанатом спорта. Мне очень нравился спорт. И я жил ради спорта. Американский футбол. Баскетбол. Американский бейсбол. Естественно, бейсбол американский. И мне нравились все виды спорта. Вот эти. А потом, в возрасте примерно 16-17 лет, я начал задумываться о жизни. И я сам себе задал вопрос. Наверное, есть что-то в жизни более важное, чем просто баскетбол. И я начал задавать сам себе такие вопросы, какие, наверное, любой человек на Земле себе задает. Кто я? Для чего я пришел? Куда я иду? Куда я направляюсь? Какова моя цель в жизни? И что же со мной случится, если я умру? И я помню еще подросткам лет в 14. Я лежал в кровати. И голова на подушечке лежала. И я задал сам себе вопрос. Вот если я не проснусь завтра утром, где я окажусь? Потому что в нашей жизни был страх Божий. Мы верили в небеса. И мы верили в ад. И эти вопросы, они начали реально беспокоить меня. Я очень был взволнован этим. И вот этот мой возраст, он как раз был в такое время, когда Америка переживала тяжелые времена. Мы были вовлечены очень сильно во войну в Вьетнаме. И страна просто разделилась по поводу того, участвовать или не участвовать в войне. И в то время как раз было очень сильное разделение между чернокожими и белыми людьми. И это тоже вносило разделение в страну. И в одних колледжах были забастовки и демонстрации, бунты. Студенты просто поджигали даже здания колледжа. И в то время я уже был студентом колледжа. И я говорил, Господь, Бог, мне нужен ответ для жизни. Ну, есть две хорошие вещи, чему может научить вас католицизм. Господь есть ответ. И ты можешь достигнуть Бога через молитву. Аминь? Это правда. И это правда. И получается, я был на этом мыслящем корабле. Я был как на корабле, который размышлял. Я не мог удержать свою жизнь. Я не понимал свою жизнь. Я не понимал самого себя. Я не знал, кем я был. И я начал молиться. И я в молитве использовал одно слово. И это была очень духовная молитва тогда, и даже сегодня это является духовной молитвой. Очень. Это было слово, Господь, помоги. Это была вся моя молитва. Господь, помоги мне. Я нуждаюсь помощи. Я чувствовал, что я просто распадаюсь на кусочки. И потом, в возрасте 19 лет, я получил рождение свыше. Как католик. Я просто посвятил свою жизнь Иисусу. Никто мне не рассказывал о плане спасения. Никто не вел меня в молитве покаяния. Но моя жизнь, она изменилась. Иисус Христос стал самой реальной личностью в мире для меня. И я начал с того момента любить людей. И моя жизнь изменилась. Я тогда не понимал, что произошло. Потому что в моей голове было много католических доктрин и традиций, которым я был научен. Но я сделал несколько вещей. Я начал молиться и читать Библию. Это две хорошие вещи, с которых любой может начать, правильно? Хорошее начало. Молиться и читай Библию. Сегодня Две самых важных вещи в моей жизни Молитва И чтение Библии. И мне больше не 19. Итак И в основном я читал Новый Завет. И я, естественно, начинал с Евангелия Марка, Матфея, Луки. И потом я дошел до Иоанна. И потом я дошел до Иоанна. И там написано, что Тот, кто не рожден свыше, не увидит Царство Божие. Когда я прочел это Что-то засело у меня в разуме. И я просто слышал эти слова. Рик Это произошло с тобой. Я вообще не понимал, что уж это означает. У меня не было понимания учения о спасении. Вообще никакого. Мы были научены как католики Тебя крестят водичкой, как маленького ребенка И потом ты растешь И если ты делаешь больше добрых дел, чем плохих Скорее всего ты попадешь на небеса. Никакой уверенности нет. Никогда у нас не было уверенности. Но если твои плохие дела перевесят твои хорошие дела Ты умрешь И пойдешь в другое место. Итак, я вдруг слышу, что я рожден свыше Я начал читать Библию Иоанна, 3 глава, 3 стих И голос просто говорит в моем разуме Рик Это произошло с тобой Ты родился свыше Я вообще не задумывался об этом И я читал опять Матфея, Марка, Луки, Иоанна И все остальные книги до Откровения А потом я снова возвращался к Матфею И опять перечитывал Новый Завет И Марка И Луку И потом я опять доходил до Иоанна, 3 главы, 3 стиха И опять слышал о том, что истинно говорю тебе Кто не родится от воды и духа Не может войти в Царство Божие И опять что-то в моем разуме Рик Это произошло с тобой Я не знал, что это ко мне Дух Святой обращался Я просто вам рассказываю, что со мной произошло Итак Я до возраста 22 лет Я получил крещение в Духе Святом И где-то в возрасте 24 лет Я вышел из католической религии И я начал читать и познать Библию таким образом, как должно ее познавать И я начал понимать Библию И я оставил, я вышел из католической религии И мне было 24 года И сегодня мне уже 67 Так что это долгий был путь, да? У меня есть 4 брата и сестра Один за одним Они каждый получили спасение Крещение в Духе Святом И потихонечку оставили католическую церковь И сейчас они верят в библейское учение И в библейскую веру Евангельскую И моя мама получила спасение А сейчас она уже на небесах И мой папа получил спасение И вчера у моего папы был день рождения И ему было 94 года И сегодня семья моего отца насчитывает около 90 человек И все вместе Мы собираемся на определенные праздники Нас все 90 съезжается 87 там человек Регулярно Большая семья Поэтому у нас много веселья И мы итальянцы Так что у нас полно еды Перебор с едой у нас всегда Но про еду мы на этой неделе говорим Аминь 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 И он сам построил здание церкви Которое вмещает 700 человек У меня есть другой брат Который тоже рукоположенный служитель И есть два других брата Которые очень вовлечены В служение в их церквях Моя племянница Моя племянница Выпустилась из колледжа Христос для народов У меня есть племянник Который на полновременном служении В группе прославления В церкви в Индиане Мой старший сын У моего старшего сына Есть полновременная работа Но он также является Лидером прославления В ассамблеи божьей в церкви И все, слава Богу, в семье Рождены свыше И все они вовлечены В какое-либо служение Так что я очень счастлив И горжусь своей семьей И мы любим друг друга И мы очень близкая семья Позвольте я вам расскажу Как я начал приезжать В вашу страну Когда я был молодым парнем Мальчиком даже По какой-то причине У меня был какой-то особый интерес К коммунизму Мне интересно было И к Советскому Союзу соответственно И к России Не спрашивайте почему Сейчас я знаю почему Но меня всегда интересовал Вот коммунизм Все, что с ним связано Я изучал его даже больше Чем все остальные изучали И знаете как Олимпийские игры Каждых четыре года Повторяются И Америка играла в финале С Россией в хоккее И я смотрел по телеку Это все И естественно я ненавидел Советских хоккеистов И ненавидел русских Потому что когда они играли Они всегда Поддевали Всегда поддергивали Наших игроков И я злился Даже когда просто телек С игрой смотрел А так нечестно Он неправильно играет То есть для меня Они были все плохие ребята А мы были хорошие ребята Потом я пошел в колледж И я опять добрал себе Дополнительных классов По коммунизму Советскому Союзу По России Вот интересно мне было Очень интересовало меня Итак У нас в семье был бизнес Крыши мы Клали крыши Крыши Поняли? I know roofing Sometimes means Mafia Or something Короче Не думайте Что крыши Это крышевать Это не мафия Это крыши делать В домах И у нас был Достаточно успешный Серьезный Бизнес Установление крыш И один день Однажды я работал На крыше You know Working on the roof It's a good job Знаете Работать на крыше Это замечательная работа It's a very good job Очень хорошая Знаете почему? Потому что Когда ты находишься Высоко на крыше Ты ближе к Господу Ты ближе к Господу И вот однажды Я стою на крыше И это был Жаркий день Очень жаркий день Вы не хотели По-настоящему Такую работу иметь Работать на крыше На солнцепёке В жаркий день Это ужасно И всё, чего вы хотите В течение дня Это чтобы Конец рабочего дня Наступил И мой разум Где-то гулял Где-то я отсутствовал Потому что жарко было И вот внезапно Я работаю на крыше И я говорю Господь Чего меня так интересует Коммунизм, Русский И Советский Союз Чего меня это так зацепило И я вам говорю честно Что редко, когда так Можно ясно услышать Был голос Божий Как я его тогда услышал И вот что он тогда Мне сказал Потому что однажды Ты поедешь туда Это так же Это так же ясно Как если бы я обращался К вам Однажды ты поедешь туда И с того момента Я знал в моём сердце Я буду в России Бывший Советский Союз И вот я ещё работал На этих крышах И, кстати, это позиция власти Работать на крыше Это иметь позицию Достаточно сильной власти Потому что под тобой Много людей ходит Это шутка Можно смеяться После того, как я закончил Свою работу Как кровельщик Я получил работу Как помощник пастыря И это был 1990 год Вещи начали меняться В бывшем Советском Союзе И мой старший пастырь Он тогда открылись границы И он посетил Петербург Москву и Киев И он вернулся Очень воодушевлённым И он расписал уже поездки На следующий год На 1991 И он взял меня с собой И Господь исполнил Своё Слово для меня И он сказал однажды Рик, ты будешь там Бог, Он исполняет Своё высвобожденное Слово Он всегда верен Он всегда верен Если Он высвободил Вашу жизнь Слово И оно до сих пор Не исполнилось Он всё равно верен Он исполнит его вовремя Естественно, вам надо делать Вашу часть также Но если ты верен Ему Он также будет верен тебе И то Слово, которое Он обещал тебе Оно исполнится Итак, я приехал в 1991 В 1993 Мой пастор начал ездить в Болгарию и Украину Сам по себе Никого он не брал с собой в поездку Никаких помощников И вот однажды он заходит в офис И говорит Рик, я не могу поехать Хотя я уже купил билеты Хочешь ты поехать? Я сказал, конечно И вот что смешно Моя первая поездка в бывший Союз Была в 1991 И я слышал, как Господь говорит Готовь почву к физическому исцелению И я приготовил как бы три проповеди Три учения на физическое исцеление Когда я был в 1991 Я был готов И Бог говорит Проведи служение исцеления А у меня не было тогда Вообще никакой возможности Не допустили меня проповедовать Потому что было более старших Два пастыря со мной в поездке И они проповедовали А я был готов Но 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 когда в 93-м году пастырь сказал Я, к сожалению, не могу поехать Поедешь ли ты? Угадайте что? У меня уже мои три проповеди готовы Про исцеление И я проповедовал о физическом исцелении И Господь дал большие результаты Правда, это удивительно? Правда, наш Бог, Он удивляет нас? Он удивительный Господь И так идет грядущий 94-й год И я начал вести сам церковь Моя супруга Вы увидите ее завтра Она красивая И моя сестра И я Вот мы троем начали в 94-м году церковь И Бог положил мне желание в сердце Сделать что-то, чтобы благословлять еврейский народ И я искал Что же я мог бы сделать Как бы я мог бы помочь Мессианским евреям Еврейскому служению Вообще как-то И я тогда посетил церковь в Киеве И один из лидеров той церкви был евреем И я сказал И я сказал тогда Если вот этот еврей в вашей церкви Начнет мессианскую общину Мы ему поможем И я помню, что у нас там При церкви было три комнаты В которых мы жили И я вот жил в средней И я помню, как я ходил туда-сюда По комнате И говорил Господь, я хочу благословлять еврейский народ Что же мне делать Как мне через церковь Как мне благословлять евреев И вот я тогда и сказал Что вот если этот ваш брат еврей Который ходит в вашу церковь Начнет еврейскую церковь или общину Мы начнем помогать ему финансами Хорошо И что смешно, что через три месяца спустя Пастырь из церкви Киев Из этой церкви Киевской Приехал в Балтимор Там, где я живу В Америку Он просто появился вдруг И мы поговорили И я ему вопрос про еврея Ну как там тот еврейский брат Начал что-то И пастырь этот говорит Ну этот брат начал общину Свою И я подумал О, это интересно Потому что я уже месяца три молился об этом И я спросил Пастырь, для тебя не будет проблем Если наша церковь начнет Регулярно помогать Этой новой мессианской общине Тот пастырь ответил Конечно нет И наша церковь Была первым Кто начал финансово помогать Новой мессианской общине В Киеве И это все выросло И выросло И сегодня Это считается одной из самых Больших мессианских общин В мире Киевская община Итак Это было интересно Слушайте, это весело Служить Богу Он делает нашу жизнь интересной Он держит нас в тонусе интереса И потом я начал регулярно Раз в год посещать Украину И каждый раз Когда я приезжаю сюда Я благословлен Я думал так Я приезжаю раз в год Я для них благословение Они для меня благословение Ну все хорошо Вот так это было в моей голове Понимаете, да? Приехал, послужил Все хорошо И я начал думать Господь, если я буду ездить Раз в год И ты благословляешь это А если мне попробовать Дважды в год приезжать Посмотрим, как это будет И это духовные такие переживания Очень духовные И я увидел, что Господь Благословляет Дважды в год Поездки в Украину И потом я стал Еще более духовным Супердуховным Я сказал, Господь Раз ты благословляешь Уже две поездки в год То ты же три благословишь Поэтому я начал приезжать В Украину три раза в год И Бог благословляет Все эти три поездки в год И потом мы закрыли Нашу церковь И продолжаем приезжать в Украину И через служение Разное в Украине Открылась для меня дверь в Израиль И в Германию И в Молдову И мы начали с супругой Ездить по миру Служить И Бог это очень сильно благословляет В январе В январе я был в Израиле Сейчас я в мае у вас В июне я буду в Мексике В июле моя жена едет на Ямайку В августе я буду в Словакии Впервые Потом вернусь на Украину И где-то в ноябре Я тут вернусь к вам на Украину И может еще разочек Летаю в Израиль в этом году И все это началось С одинокого дня на крыше Когда я начал говорить Господу Итак Мы путешествующие слушатели Мы любим путешествовать Я получаю удовольствие Я счастливый путешественник И Господь меня поместил В пророческое служение У нас очень много свидетельств И чудес, которые произошли Поэтому я просто По-настоящему наслаждаюсь жизнью И моя жена говорит Рик, тебе надо что-то И в Америке уже сделать И я сказал Любимая, я так занят Я так столько путешествую Когда я возвращаюсь домой Мне просто отдых нужен Я ж путешествую Я слишком занят И потом Пастор Борис Какие знаете Борис? Кто поднимите руки Кто знает пасторя Бориса С Киева? И он дважды сам пророчествовал Мою жизнь Что у меня будет Самого служения в Америке И дважды он мне Дважды я ему говорил Не Когда он мне высвобождал Это слово Я говорил Нет Я занят И вот Наконец-то В прошлом году Я сказал Не Мне надо что-то сделать В Америке И это не было легко Потому что это Делало мою жену правой Потому что она говорила Это еще раньше А я смирялся Итак И мы начали Пророческую школу служения И я не хотел этим заниматься Но я сделал И после того Как она началась Через три недели Я был уже очень рад этому У нас был первый курс В прошлом году И вот сейчас весной Мы закончили наш второй курс Это пророческая школа Мы очень любим Учить о дарах Духа Святого Мы учим о пророческом служении Это то, чем мы Сами занимаемся По жизни Поэтому в дополнение К нашим путешествиям У нас появилась Пророческая школа И в сентябре Мы еще одни классы Начнем И мы верим Что она будет возрастать Увеличиться И может быть Однажды Мы привезем студентов Сюда в Украину Аминь Аминь Итак У нас сейчас будет Перерыв на 10 минут Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok